Уже завтра станет известно, кто станет победителем в Олимпиаде Приволжского федерального округа среди школьников. Подробнее Анастасия Усва. В этих коробках кубики из известного всем детского конструктора. Из него школьники должны собрать своих роботов. Задание кажется простым лишь на первый взгляд, ведь каждую модель не просто конструируют, заранее программируют так, чтобы пройти достаточно сложную трассу. Времени на подготовку всего час. Рейд Романов – представитель команды Саратова. Конструирование самых разных роботов – его хобби. Занимаясь робототехникой, я пробовал создавать какие-то свои изделия. Например, мое занятие началось с создания секундомера, потом разрабатывали счетчик отжиманий. Проверить свои знания в Саратов приехали 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. Более 150 участников, прошедшие в финал, распределились на четырех площадках. И пока начинающие конструкторы испытывали на прочность своих роботов, в научной библиотеке развернулась настоящая интеллектуальная баталия. Юные знатоки со всего ПФО доказывали. Ответ на вопросы «что», «где», «когда» они могут найти без труда. У нас очень такая команда довольно-таки старая по меркам «что», «где», «когда». Мы сильно очень готовимся. Мы готовились весь сезон. Одними из самых сильных соперников наших будут, во-первых, казанские команды, которые очень сильные, а также команды из Саратова. Но, как и в любом, в этом интеллектуальном сражении не обошлось без проигравших. Некоторых участников результаты не порадовали. Мы приехали только сегодня утром. Мы были уставшие, сонные, и как-то у нас не очень пошло. Это все вопросы оказались сложнее, чем те, к которым мы готовились. Интеллектуальная олимпиада ПФО прошла в Саратове впервые. Общественно значимый проект реализован по инициативе участников молодежного форума «ИВЛГ-2015» при поддержке полномочного представителя президента РФ ПФО Михаила Бабича. Когда к нам приезжают из других регионов, для нас всегда это праздник и большая ответственность. Всегда это возможность научиться чему-то у других и показать, на что способны наши ребята. После насыщенного конкурсного дня все участники смогут поближе познакомиться. Для них организуют еще одну обзорную экскурсию, которая начнется на набережной космонавтов. Место выбрано не случайно. Ребятам в преддверии юбилея первого полета человека в космос расскажут о жизни первого в мире космонавта Юрия Гагарина. В это время жюри будут подводить итоги, чтобы завтра огласить результаты и определить команду победителя интеллектуальной олимпиады ПФО. Анастасия Усова, Евгений Шейченко, Павел Криклевец, Вести, Саратов.